Волонтёрство для меня — это побег из реальности. Это было с февраля 2024 года. Полное отключение сознания, паника и непонимание, что делать дальше. Волонтёрство меня спасло. У меня и моей жены двое сыновей. Если старший, Илья, наверное, в волонтёрстве оказался, когда ему было лет 5-6, то младший, можно сказать, прямо из коляски. Они в этом жили и росли. Дети не растут, они на нас смотрят. Как мы себя ведём, так они себя ведут. Я не бегу от чего-то. Бежать в сегодняшний момент в Украине некуда. Когда у нас тревога, то младший говорит, надо бежать в бибежище. Я говорю, спи, это отбой. Я осознанно обманываю ребёнка, потому что я понимаю, некуда бежать. Сейчас быть родителями в Украине, я думаю, что очень тяжело. Это большая ответственность. Последние два года Алексей очень изменился. Мы понимаем, что лежит всё на нём, но на его плечах, потому что больше некому. И он как бы не поёт, даёт такого взгляда. Ну, как бы всё хорошо, всё прекрасно. Но я вижу, я ощущаю просто это, что происходит с ним. Когда всё началось, ну, два года назад, вот это был такой момент, что мы не знали, что делать. И у нас позвонил наш директор волонтёрского центра и говорит, что вы делаете? Ну, вот, реально, что вы делаете? И началась, вот реально, началась жизнь по-другому, совершенно. Было очень много беженцев с Востока в первые дни. Мы копали, очищали богоубежище. Всё, что было заброшено, элементарно. Физическая работа для меня сегодня — это спасение. Меня в Алексее, наверное, восхищает то, что он, как отец, не потерял этого детства в себе. Он может войти на улицу, вот с детьми, пообливаться, поиграть в футбол. Я даю им свободу. Наверное, в этом отцов тут отвечает себе возможность отпустить. Что значит на сегодняшний момент для меня быть отцом? Не останавливаться. Настоящая вода тухнет, воняет и плесневеет. Если она будет теща, это будет чистый источник, это будет потенциально река, море, океан. Вода входит, и идёт очищение, то есть всего. Так же, как и у нас идёт, мы общаемся с детьми, и всегда идёт это очищение. Мы пытаемся учиться чему-то и новому. Чем дальше и больше вы двигаетесь, тем больше результата вы достигнете. Вы формируете сознание ребёнка, а ребёнок — это будущее. То есть вы формируете будущее.